ПЕСНЯ 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 Слав Топинко капитан сборной команды России. Выступала в первом квалификационном раунде к чемпионату Европы. Но вот после этого момента удар 1-1 на девятой минуте. Сравнивает счет Казахстан. Все-таки смогли они найти лазейку в обороне сборной России. И сравняя счет в этом противостоянии, тем интереснее будет смотреть финал. Хотя по первым минутам казалось, что сборная России безоговорочный фаворит нашего матча. Но тем интересен Кубок Развития, что несмотря на то, что турнир все-таки товарищеский, но накал борьбы здесь, конечно. Чуть ниже. Россияне в атаке. Удар по воротам следует. Высший перекладин свистит мяч. Как я уже говорил, присутствует у нас на трибунах скаут питерского зенита. И возможно даже кто-то не из россиян. Илья Сабиль возле углового флажка. Показывает, поднимая правую, вернее левую, конечно, руку вверх, что будет навешивать. А нет, не тут-то было. Пошел розыгрыш и навес в штрафную площадь. Здесь прыжок такой от Егора Бесаева. Но мяч покинул пределы поля. Да, Казахстан начал поддавливать. Ну и видим, что с психологией у коллектива Александра Кузнецова все в порядке. Показывается пока что подавать мяч с корнера. Идет подача в штрафную. Удар по воротам. Вернее его попытка случается. Но все же мимо створа летит мяч. И не смогли россияне конвертировать этот угловой в забитый мяч. Да, у нас тем временем уже игровая агрессия присутствует со стороны обеих команд. Но в целом все в пределах правил. Артем Корнеев. Это уже у нас под восьмым номером Андрей Ивлев. Ну и снова опасность возле ворот сборной Казахстана. И браво Али Акбар. Снова сейф голкипера сборной Казахстана. Не так часто бьют ему в створ. Но в этом моменте... Просто зашкаливает. Забил он мяч в финале. Это также дополнительная мотивация. Кишор дриблинг демонстрирует. Ну и как же здорово. Десятка сборной России проходит. Одного, второго. Ну в ворот уж надо попадать. Но так не забить. Конечно так не забить. Практически четверых защитников уделал Акишор. Но в ворот не попал. Знаешь вспоминается молодой Венисиус Джуниор. Когда только приходил в Мадридский Реал. Тоже мог трех-четырех защитников за раз накрутить. Пробить по воротам из верной позиции. Но не попасть. Даже по пустым. И вот Виктор Акишор. Такое ощущение что какие-то лавры раннего Венисиуса. Решил почувствовать. Головач. Второй помощник арбитра Александра Зимчонок. Четвертая арбита Станислав Ананьев. И под это представление официальных лиц матча. Отлично. Я думаю тоже физические кондиции свое берут. Все-таки за неделю сыграть. Какой классный удар. И просто сэйвища. Вот Аля Акбара. Духаира. Браво. Стол браво. Знаешь, Сережа, не удивлюсь, если в этом сезоне казахстанской премьер-лиги увидим мы этого парня в составе Кайсара. Очень достойный кубок развития проводит этот молодой голкипер. И уже за сегодня сколько раз мы упоминали его имя в контексте прекрасных. А также находится у нас здесь Иван Бобер. Подачу штрафную удар. И штанга чуть не сломалась у нас в Минском футбольном манеже. После такого плотного удара игроков сборной России идет мяч в сторону Ивана Бобра. Опять же, но не доходит. Только сейчас со второй попыткой встречается 21 номер сборной России. Мы не увидим. Сразу пенальти. Бобер. Падение. Падение Ивана Бобра. И это пенальти. И увидим мы пенальти немножко раньше, чем ты предвещал. Примерно на 14 минут Иван Бобер. Знаешь, я не постесняюсь сказать, что в стиле Виктора Акишора пошел в борьбу. И здесь такое ощущение. Выполнить этот наиболее опасный в футболе стандарт. Бобер против Аля Акбара. Аля Акбар против Бобра. Удар. И Иван Бобер делал еще 2-1 сборная России на 68-й минуте. Снова выходит вперед после этого действительно заслуженного пенальти. Что бы не говорили болельщики в комментариях. Да, пенальти абсолютно заслуженные. К сожалению, немножко переусердствовал там капитан сборной Казахстана Алихан Израилов. Вставил он ногу не по правилам. Ну и... Горчичник и предупреждение, что нужно быть арбитром сейчас же. Повежливее. Подача в штрафной от сборной России. И третий мяч. Залетает в ворота сборной Казахстана. Казахстан, которые болельщики, к тому, чтобы ввести вар на Минском футбольном манеже, вот поработаем мы сегодня видеоассистентами. Ну вот с этой точки, по крайней мере, показалось, что все-таки вбегал Сысоев в штрафную площадь. Ну и ближе все же к владениям вратарским находился Алихан Израилов. Да, видно с этого вот повтора, что не последним был Егор Сысоев и просто потеряли его. Защитники сборной Казахстана не доработали в этом моменте. Ну и за две замены у нас в составе казахской команды. Кроме Мидара, Мендекалю, Лева все и вышли на поле. Удар поворотом и здесь как же здорово действует на последнем рубеже снова голкипер Али Акбар Абилхайер. Но последняя замена это выход Эмина. По персоналям, но пока смотрим мы за штрафным. Сборная России. Топинка поворотом пробивает. И тут Али Акбар впервые, по сути, за матч не смог мяч в руки забрать. Свисток главного арбитра Дмитрия Жаховского заканчивает нашу сегодняшнюю игру сборная России.